Волга еще подо льдом, однако половодье уже началось, заявляют работники Чебоксарской ГЭС. О том, какие меры принимаются, чтобы большая вода не добралась до жителей республики, сегодня журналистам рассказали специалисты станции. Совсем скоро Волга вскроется, лед тронется. Тогда гидроузлу Чебоксарской ГЭС начнет поступать намного больше воды, чем в другое время года. Впрочем, уже сейчас воды в Волгу добавляет тающий снег и маленькие притоки. На сегодняшний день притоки к створу составляют порядка 6,5 тысяч километров в секунду. Вода пропускается практически вся транзитом в Нижний Бьех. Чтобы встретить и пропустить воду во всеоружии и полной готовности, на Чебоксарской ГЭС создали паводковую комиссию. Провели проверку оборудования и системы оповещения населения. Впрочем, несмотря на такие меры, избежать проблем полностью, судя по всему, не удастся. Дело в том, что уже около 30 лет гидроэлектростанция работает на отметке ниже проектной – 63 метра вместо 68. В период половодия уровень все же разрешают ненамного поднять. С 6 по 30 апреля возможны его корректировки. Нечастая такая ситуация, но, тем не менее, уже в прошлом году и в этом году повторяется, что в зависимости от притока воды к створу, в зависимости от расходов воды в Нижний Бьех, нам разрешена форсировка выше традиционной отметки 63,30. Разрешенная отметка максимально составляет 63 метра 75 сантиметров. В прошлом году было 63,30, 63,70. Те, кто живет выше по течению, такой уровень воды никак не ощутят, обещают специалисты. Скажется это только на судоходстве. А вот к жителям Кокшайска, которые находятся ниже по течению, большая вода может заглянуть, как и в 2012-м. Из-за того, что специалисты не могут поднять уровень воды в Верхнем Бьехе на проектную отметку в 68 метров, всю лишнюю воду приходится сбрасывать в Нижний Бьех. Это происходит при крупных половодиях, при крупных паводках практически всегда. Так или иначе, работа ведется. Кстати, в этом году следить за функционированием станции смогут не только специалисты. Когдано вчера было поручение всем гидроэлектростанциям установить на станциях веб-камеры, чтобы можно было в онлайн-режиме всем желающим на любой станции смотреть за холостыми сбросами на гидроэлектростанции. Такая камера стоит и на Чебоксарской ГЭС. Правда, работает она пока в служебном режиме. Однако в скором времени трансляция станет доступной и жителям Чувашия. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.